всем привет это программа человека кино и сегодня у меня в гостях молодая но по-моему сейчас самая востребованная актриса в казахстане карина кудекова здравствуйте карина да широкие зрители вас показаны только по одной роли но в уже таком народном сериале саке я вот хотел узнать что будет с вашим персонажем получит ли он какой-то развитие потому что в первом сезоне очень очаровательный персонаж и в общем отдельный поклон актрисам которые не боятся быть смешными в кадре во втором сезоне будет интересный сюжет в том числе и с моей героиней так как у нее наконец-то появляется молодой человек потому что практически под каждой серии были комментарии что вот когда уже на нее саке обратит внимание когда уже он ее заберет к себе кто будет молодым человеком пока рассказывать не буду но сюжет будет интересно и она будет непосредственно участвовать во всем во всем что происходит но вот эта роль она такая достаточно эксцентричная сама по себе и я насколько знаю как хорошо казахстанский актрис да мало вот девушек которые согласны быть даже не то что смешными вот в кадре нелепыми да вот у вас такого такого проблемы не даем сколько понимаю меня никогда в принципе это не пугало и единственное предложение режиссера это было изобразить что-то похожее на яну кошки но это вот телеведущая девушка которая не совсем умная вот поэтому но я думаю что это по большему счету заслуга театра заслуга академии в которой училась что нас и учили что нельзя красоваться нельзя быть там принцессы у которой все идеально и во внешности и в голосе поэтому как-то вот искалась и на самом деле часто задают вопросы спрашивают а ты на самом деле такая глупая в жизни как и там думаю ну не знаю может иногда я всегда хотел спросить ты как нам на работу устроилась сайт сам отвеч я писать хочу ну ты давай иди сама пока я это делаю чуть позже подойдут хорошо одна пока да ну да я как бы не хотел бы это видеть ну а давайте хорошо соки это отдельно большая история которая на самом деле будет мне кажется продолжаться не один сезон потому что коррупция нашей стране к сожалению пока неискоренима но есть и другие проекты удивительная вещь до 4 полных метра за один год это такой достаточно солидный результат давайте начнем с наверное более свежего в памяти актуального по съемкам наш милый милый доктор ремейк классическая картина шакина яманова при этом режиссер дебютант равиль трумов шакова в главной роли любимый актер салем сошел медиа как вы сейчас называют шаку сошел медиа да как работалось тем более что жанр мюзикла все принципе в казахстане почти освоенный да на самом деле это эта картина и должна была стать дебютом так как она стартовала в 2019 году я тогда была на третьем курсе для меня это все было нереальным невозможным плюс ко всему тогда я была немного полнее чем сейчас и параллельно с подготовкой именно там какой-то актерской мне нужно было еще и худеть поэтому эта картина она вообще в принципе этот проект она очень большой трепет внутри создавала будоражила внутри и так как начался карантин все немножко как сказать сдвинулась немножко сдвинулась да и вот только-только мы приступили к съемкам в целом жанр мюзикл это такой жанр мне кажется самый выигрышный для актера потому что помимо своей актерской работы он может показать насколько он пластичен насколько он ритмичен насколько он может существовать вот в этом как можно может показаться не киношном жанре поэтому для меня это было одно удовольствие начиная с танцевальных репетиций заканчивая ну самим процессом равиль он очень талантливый человек как вы знаете он помимо режиссер к режиссерской работы он был составе группы музыкальной поэтому с музыкой он очень хорошо дружит и всю аранжировку все песни он создавал сам прямо с нуля и с такими людьми очень интересно работать но есть еще момент такой картина наш милый доктор шокина айманова на по праву считается классика и казахстанского кино да и я сам писал материал о том что ну как будто бы не нужно как будто трогать вот то что для многих святое не стоит вообще когда прикасаться не было проблем у нас это же опасение что зритель не примет вот то есть как все время у актер широко из и насти задороженная вам попали в опалу после ремейка кавказской пленницы и после этого там не сдалась карьера дальше не было таких опасений что будут проблемы в принципе опасений нет единственное а в первую очередь что это все опасаются говорит ремейк потому что невольно начинается сравнение просто несравнимая невозможно сравнивать щеки найманова и нашу работу и конечно все таки то что это мюзикл потому что даже смотря какие-то голливудские картины очень многие люди на вот этих сценах где поют и танцуют всех и многие закрывают глаза и думаю господи зачем это нужно поэтому опасения есть небольшие но насколько это скажется на карьере и мне кажется что зритель примет потому что это все-таки в новинку а не было проблем опять же перехода я помню этим проектом начали занимался оскарбисе да вот и то есть он покинул проект и все-таки да между режиссером и актерами обычно установится очень такая тесная связь сколько было сложно переключаться с одного режиссера на другой другого было несложно так как в девятнадцатом году мы снимали несколько именно танцевальных постановок мы не не обсуждали какая будет героиня у меня мы не читали и диалоги мы в принципе сценарий так вот толком просто он был каждый прочитал но работать как таковой не было поэтому уже вливаться в процесс вливаться весь весь материал пришлось уже вот снова и переключение как такового не было помимо одной классики шокеан айманов да наш милый доктор есть еще не менее важной нашей культуре пласт это класс связаны с группой дос мукасан что за роль кого явно не они в никого из участников команды вы не играете да что за роли как вам работал с один из хамана не знаю к счастью или нет моя героиня она не была исторической личностью это лучшая подруга девушки который впоследствии становится невестой одного из солистов группы гитариста поэтому я просто слышала на площадке что многие там переживали думали как бы так передать чтобы не обиделся человек которого мы играем или как бы так вот сделать чтобы не было потом а я была на самом деле вот вот так у меня такого страха не было бы ну что и мне приходилось просто играть веселую девочку которая рядом с ними она с ними делит и победы и поражения и ну это вот один из таких проектов где вот просто ты наблюдаешь со стороны и думаешь как как здорово все это происходит у нас сейчас команде работать люди которые вот царь айден сахамат с нами работать на нашем сериале вот и все очень тепло относятся к его методу работы как вот вам с ним работалось что он да методы очень такие из-за того что у меня была совсем маленькая роль ко мне редко подходили но вот то что я видела со стороны то как режиссер работает с актерами как он ставит задачи как он в принципе излагает свою мысль и что он просит это конечно к сожалению редкое явление но он вот один из тех людей которого слушаешь понимаешь и все это транслируешь через интересно два пласта таких то что я не оба связана на завязана на культуре 60-х 70-х годов да то есть на то время которую не застали не я не выда и мы же отталкиваемся от собственного представления насколько вам комфортно было существовать в этой эпохе то есть ну и мы все равно по-другому говорим по-другому двигаемся а вам как профессиональной актрисе театра знакомо как никому другому вот что приходилось изучать чтобы передать вот эту атмосферу и создать тех людей которые вот кто эпохи ближе пришлось посмотреть какие-то определенные картины знаете в первую очередь большую большой плюс сыграла сыграла обучение в академии потому что мы непосредственно ставили отрывки вот тех времен мы ставили как-то ченгизает матов это полег мой в красной косынке это вот примерно те времена когда девушки были более застенчивыми более такими закрытыми прям девочками девочками и наверное вот больше повлияло вот именно вот эта работа так вот чтобы как-то изучать говор изучать пластику особо мне кажется это те же люди просто они были более такими сдержанными на самом деле как раз вопрос сдержанностью себя сложно сдерживать особенно артисту большая проблема на самом деле ну хорошо давайте переключимся на уже сегодняшний день и опять же да какая-то такая тенденция что две спортивные картины вот фильм юрнар мургалиева на старте вот явно тоже не не главная роль потому что да там сколько помимо там жан до сайбасов и ирбол симпул да ваш образ я исполняла роль дочери тренера который непосредственно видит в ребятах талант он их забирает к себе в алмату начинает над ними работать и моя героиня она является помощницей отца она там какие-то ведет репортажи что-то пишет там в газетах и уже ну на мне было именно любовная вот эта линия что мальчики приезжают они видят еду бог какая-то на машине едет такая вся городская влюбляются и там начинается этот любовный треугольник что у них конкуренция она не понимает что происходит тут папа им запрещает с ней общаться хотя вроде хорошие ребята и от спорта моя героиня было очень далека вот что не сказать о другой картине поэтому конечно теплые воспоминания остались но на тот момент видя как мальчишки бегают и все вот так спортом заниматься сидишь и думаешь тоже хочется не обычно не хочется говорится это не до бесконечно можно смотреть на то как горит огонь течет вода и как это работает как-то сидишь как работал с ирнаром нурголиум по моему ирнару такое ощущение что он снимает все в этой стране потому что что с кто снимал ирнар нурголи понятно с ним работает очень легко он не тот человек который будет тебе там что-то мусолить что-то как-то какими-то непонятными словами все делать была работа непосредственно на площадке так как изначально был другой режиссер он был вот и в принципе весь сценарий он по ходу как-то менялся обменялись диалоги менялась взаимоотношения между персонажами не все это делали вот прям вот здесь и сейчас и в принципе все было доступно все было понятно и ну насколько насколько получилось вот передалось роль в паралимпийце она кардинально отличается то что есть на старте да что там было вот наверное бог услышал мои вот эти молитвы что я тоже хочу быть заниматься спортом что-то такое делать режиссер элдар элдияр байракимов дебютант моя героиня она является слабовидящей паралимпийской спортсменкой которая занимается спортивными лыжами подготовка у нас началась за месяца два наверно до старта до мотора и с нами прям занимались нас учили вставать на лыжи и и ехать поэтому это все было впервые были падением было больно было холодно но вот это вот ощущение что я работаю я делаю вот что-то для казахстанского кинематографа и в принципе как-то это никогда не покидала одно елда на лыжи другу дело слабовидящего играть это тоже как вообще подходит проходит подготовка к подобным ролям вы знаете есть гарри поттере героиня палумна она вот была очень такой интересный именно как-то по-другому видела мир она вот могла видеть вот этих вот существ страшных которые могут видеть только те кто видели смерть и поэтому она была нет мира сего и когда я готовилась к пробам я читала диалоги и мне почему-то вот она перед глазами что-то как будто мы игре не сабина она вот какая-то вот такая тоже и я прихожу на пробу мы читаем потом начинаем разговор с ладьяром я говорю вот вы знаете вот так то так то будет не поверишь мы писали эту героиню и меня перед глазами тоже вот она поэтому если можно так сказать то это вот прообраз вот этой вот палумны одно дело да то есть техника актерс когда но есть действительно инструменты чтобы играть слабовидящего то есть он рэй чарльз джейми фосс когда играл рэй чарльз он надевал линзы в которых он ничего не видела вообще да и здесь приходилось прибегать таким вещам чтобы приходилось наверное к счастью или несчастья у меня плохое зрение на самом деле минус 2 всего но это очень сказывается и перед началом съемок я оставляла ну вообще я оставляла дома линзы и приходила на площадку ходила в очках потому что когда ты резко снимаешь линзы или очки у тебя вообще все просто мутно и даже если ты захочешь ты не увидишь человека вот к этому я прибегала и это очень помогало на самом деле четыре картины четыре разных фильма но при этом они как тогда тоже какие-то параллели можно провести плане и плюс еще успешный сериал который прошел и продолжился сразу же для молодой актрисы которого буквально год назад закончил академию искусств да насколько это психологически сложно то есть резко востребованным и есть момент кого-то начинается звездная болезнь кого-то наоборот опасения что сейчас все это закончится вот сейчас вы как что переживаете вот этот период когда вы действительно очень востребованных на рынке казахстанского кино звездной болезнью точно не пахнет потому что мой мастер мишур вархиама драхмана она всегда нас учила что если ты там отыграл премьеру там все тебе аплодируют и вот просто нереально крутой нереально популярный на следующий день ты просыпаешься ты должен снова доказывать всем что ты имеешь право работать имеешь право быть в кино быть в театре поэтому вот это вот иногда иногда излишняя сама критичности и самоедство она заставляет постоянно и сомневаться в том что ты делаешь насколько это хорошо ты это делаешь сомневаться в том насколько ты хорошо что то сделал и возможно естественно ты мог сделать лучше и мне кажется человек который думает что вот я сделал роль хоть что-то я сделал я молодец это там верх моих возможностей это все этот крах поэтому такие мысли постоянно присутствуют но о том насколько буду я востребованы и буду ли вообще закрадываются страхи но пока вот просто идет такой вот режим что есть работа надо работать надо делать пока вот так ну вот помимо кино вы же еще служите в театре да и я не знаю насчет казахстанского театра знаю что в российском театре есть очень ревностные там художественные руководители режиссеры которые не пускают это что нет если ты в театре то будь в театре если ты идешь кино то забудь про театр и снимайся как у нас сейчас обстоятельства не мешает ли одно другому мешает мешает но в принципе относится с пониманием особенно мой художественный руководитель так получилось что он параллельно с во время учебы он был вторым мастером и у него больше такая как будто ревность родительская что вот мы тебя готовили давай давай в театре давай у нас на сцене я тут ты раз и куда-то отпрашивайся на месяц на два но именно вот моя ситуация такая что художественный руководитель за то чтобы ты себя проявлял будь то сцена будь то киноплощадка главное не останавливаться но стараться все-таки это все совмещать поклонники у вас периодически пишут вам в инстаграм в этом же можно писать вот они хотят вас увидеть вживую на театральной сцене в каких спектаклях вот сейчас вы заняты и каким спектаклем может быть что гордитесь но которого нравится больше в ближайшее время будет спектакль приключения снежного барса там я исполняю роль молодого барсика подростка который помогает главным героем он очень такой положительный дети приходя на спектакль они же всегда смотрят и пытаются себя как-то сопоставить что ой вот вот это вот я и поэтому ну это вот именно та роль которого дети смотрят и думают классно такого прикольный этот барсик ромео джульетта спектакль это был была сама первая работа в театре и тогда на третьем курсе получаясь меня это был вот спектакль очень была сложная работа еще понимая что все-таки ты не просто человек который попросили вот давай сыграем и тебе там текст отправим там мизансцены покажем а вот это вот ощущение что все-таки ты учишься в академии ты знаешь все эти азы у тебя есть фундамент и не ну грубо говоря не упасть в грязь с лицом это вот было сверх задачей как мне кажется работа получилось поэтому как только будет у нас в репертуаре спектакль то круто сразу вот с третьего курса и сразу же джульетта вот так получилось здорово спасибо вам карина приятно с вами побеседовать было и с нетерпением ждем всех четырех полнометражный пример ждем второй сезон саке я думаю что как раз к выходу программу он выйдет уже его люди посмотрят это была программа человека кино с нами была карина кудекова карим педрабаев всем всего хорошего до свидания а